привет дорогие друзья мы завершили очередной очень долгий проект газ 21 сделали его как обычно по технологии про туринг что такое про туринг это слово очень новое кому-то неизвестное но на самом деле в америке очень распространенное направление это когда берется ретро автомобиль делается практически стопроцентная реставрация как внешне так и в салоне почему говорю практически потому что естественно 100 процентов быть не может что-то выдает всегда скажем так про туринг это 80 процентная реставрация в оригинал снаружи и внутри но с внедрением современной технической начинки и Субтитры сделал DimaTorzok В принципе на нашем канале уже есть, ну не то что множество, но несколько роликов подобного характера Когда мы заканчиваем 21-ю Волгу в таком же приблизительном варианте Естественно снимаем обзор, показываем вам, зрителям, то есть что из этого получилось, как она едет Показываем в деталях, внешний вид, внутреннее убранство и так далее Соответственно здесь практически все сделано точно так же, как и в предыдущих версиях Но всегда есть к чему стремиться, всегда мы стремимся к лучшему И как наш коллектив это называет, делаем постоянный рестайлинг То есть в этой машине что-то уже изменено По силовой конструкции у нас такой же мотор V8, 3U ZFE, практически 300 лошадиных сил Такая же подвеска, но есть какие-то изменения В частности в задней подвеске применены уже более широкие рессоры С более прогрессивными характеристиками Также установлены специальные тяги, так называемые трекшн-бары Которые позволяют избежать каких-то изгибов рессор Позволяют полностью реализовывать мощность этого двигателя И выезжать из 7 секунд до сотни при разгоне То есть эта машина действительно может удивлять большинство современных иномарок Которые ездят по дорогам общего пользования Что касается внутреннего убранства салона То по-прежнему здесь инородные передние сидения В данном случае это Lincoln Town Car Они очень сильно похожи на предыдущие, которые мы ставили от Ford Crown Victoria Но имеют кое-какие изменения То есть другая немножечко форма с подлокотниками уже очень удобная По технической части, по внутреннему убранству мы сделали следующие моменты Переконструировали печку с кондиционером Ту конструкцию, которую изначально уже я даже придумывал Мы переделали и сейчас в ней Более производительные радиаторы, более производительные вентиляторы И самое главное появился салонный фильтр Чего не было раньше Теперь он есть и это очень классно Не собирается пыль и вообще все очень комфортно Еще по салону такие мелочи изменены Как подторпедный кожух, который закрывает полностью климатическую систему Он немножко видоизменился Мы решили сделать его под цвет пола Таким образом, чтобы он не выделялся как бельмо А был под цвет пола, то есть темного Темного цвета и это получилось очень прикольно В инстаграме мы выкладывали фотографии Люди оценили, сказали, что да, классно смотрится Также в салоне появились ремни безопасности В этой версии мы решили их сделать под цвет салона И не только ремни, но и сами клипсы ремней мы также сделали под цвет салона Это получилось очень гармонично В остальном по салону никаких изменений нет Как и делали раньше, так и сейчас Все четыре стеклоподъемника имеют электрорегулировку Передние сидения, как я уже сказал, от Lincoln Town Car Они тоже имеют электрорегулировку Сигнализации с автозапуском Аудиоподготовка Скрытые динамики И, соответственно, головное устройство Которое вмонтировано в старый корпус приемника ГАЗ-21 Это очень идеологически верно, то есть, ну, классно получилось ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С другой стороны Для чего я все это рассказываю? Вы и так все это видели И даже если здесь есть какие-то изменения Они в любом случае сделаны не просто так И все эти наши, как мы называем, рестайлы Они делаются только на благо того, чтобы заказчик получил больше комфорта И каждый следующий заказчик может что-то свое внести Придумать какие-то новые плюшки всякие, там, электрооборудование какое-то Например, даже здесь есть еще такие вещи, как задний парктроник, передний парктроник И в этой же версии у нас впервые появился специальный зумер Который не позволит вам забыть, не поставить на паркинг Или не позволит забыть, не выключить свет То есть теперь это очень классно, очень прикольно Прокатимся, все-таки почувствуем дух того времени А он все-таки здесь сохранился Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, передать вам ощущения по видео крайне сложно Но попробую такими вот моментами жизненными выразить В данном автомобиле и вообще в похожих проектах Мы работаем в рамках родного кузова Что это означает? Это означает, что в родной кузов внедряется передняя современная подвеска Задний мост современный Хоть и на рессорах, все равно это уже другой совершенно мост Мост, который нельзя сравнивать с родным Дисковая тормозная система, гидроусилитель руля и так далее Но тем не менее, все равно конструкция подвески Сзади рессора, передняя рычажная, пружинная Она, ну не полностью, ну там скажем процентов на 70 совпадает с конструкцией родной подвески Тем самым она получается мягкая Да, конечно, она управляется У нее уже более резкий руль, но все равно Она мягкая, у нее все равно присутствует какая-то валкость немножко Которая должна быть в таких осовремененных автомобилях И вот приехал заказчик У нас много заказчиков приезжает, которые потенциальные Которые хотят сделать аналогичный продукт, аналогичный автомобиль И вот сегодня буквально приехал заказчик Я ему объясняю, вот рассказываю вот эти вот нюансы По подвеске, по управляемости Он проехал, он говорит, блин, это классно Это прям вот то, что я хочу Ну, как он выражается Говорит, сейчас по денежке будет вариант И сколько, говорит, входной билет стоит в ваш клуб Я говорю, ну вот такая-то там предоплата Где-то 30% от стоимости Он говорит, окей, все, скоро приеду А другой клиент приезжал на прошлой неделе Тоже осмотрел вот этот автомобиль Который мы сейчас заканчиваем Посмотрел еще несколько проектов Которые на разных стадиях в работе Он говорит, нет, я хочу все-таки ставить Волгу на платформу Не знаю, какой, может, Мерседес Может быть, БМВ Может быть, Лексус Может быть, это будет полноприводная платформа Это не важно То есть, платформу подыщем Я говорю, скажи мне, для чего ты это хочешь? И человек поясняет Он говорит, мне не нужна вот эта вот валкость Да, я понимаю, там вот эта мягкость подвески Я понимаю, что это классно, круто, вальяжно вот она едет Мне нужна машина У меня, говорит, дом в Сочи И там серпантин Ну, говорит, все равно там Все там ездят очень активно Там нужна устойчивость, управляемость Прямо как вот на гоночном треке Поэтому будем строить автомобиль Исключительно вот по такой схеме Когда скорлупа 21-й Волги Устанавливается на платформу Какого-то современного автомобиля В нем будет присутствовать, естественно, и АБС И трекшн-контроль, там, ESP Уже другая тормозная система Стабилизаторы более лучшие, чем здесь В общем, все, что есть в современной иномарке И в этом есть доля правды Есть доля того, что да, действительно Человек вот получит другую, другой продукт В общем, в этом автомобиле, как я уже объяснил Мы работали в рамках родного кузова С внедрением сюда подвески, которая современная Но она очень сильно похожа на ту, которая была с завода И поэтому большинство клиентов выбирают именно такой вариант Поскольку он, ну такие машины, они делаются не для гонок Не для кольца, не там для дрифта или что-то еще Каких еще соревнований Это просто машина выходного дня Даже если такие машины выходного дня люди используют каждый день Такое тоже бывает Ну, бывает, хочется летом хорошую погоду Человеку ездить с работы на работу И даже вот по Москве катаясь Я, бывает, наши Волги уже замечаю Это очень прекрасно Когда ты едешь и думаешь Блин, наверное, я сейчас еду один на 21-й Волге Ну, когда тестирую, допустим, вот эту машину И тут бац, проезжает машина И ты понимаешь, где-то ты ее уже видел И вызывает улыбку, когда твой же продукт Он передвигается по улицам И человек счастливый, довольный Узнает, сигналит В общем, езда на этом автомобиле Это как бы одновременно И мощный мотор Комфортный, эластичный С хорошим крутящим моментом С хорошей коробкой Но в то же время здесь дух того времени Присутствует Как нельзя кстати Многие спрашивают А как же на таких машинах На больших скоростях Абсолютно адекватно Правда, современные Всякие Лексусы Что-то начинают резко мешаться Но они уступают дорогу Они понимают, что Надо уступить ветерану Мне доводится кататься на разных автомобилях Которые, естественно Лучше рулятся Лучше управляются Бывает даже Некоторые резвии едут Но вспоминая то время Когда был такой отрезок в моей жизни Я на такой машине Тоже с V8 С автоматом С кондиционером Со всеми-всеми благами Проездил Ну не год Но меньше, конечно, года Ну практически Две трети года я проездил Практически каждый день Я вспоминаю это время С такой теплотой Что На прошлой неделе Я тоже приобрел себе 21-ю Волгу Ну естественно В состоянии Подушателем Но очень сильно комплектную Хорошую В плане годную К реставрации Если будет возможность Скорее всего В следующем году Запущу для себя проект Потому что Потому что В этом есть Свой дух Своя изюминка Катаясь на таком автомобиле Действительно В каком-то другом измерении Что ли, наверное Находишься Наверное, все-таки Понимая, что Вот он Коммунизм настал Наверное Ну, конечно, это неправильно Но вы Понимаете, о чем я В общем, еще одним Хорошим автомобилем На дорогах страны Стало больше С вами, как всегда Был Василий До новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!